Продолжение следует... В прошлый раз мы с вами начали, а, может быть, даже и что такое, уже даже закончили, но речь идёт о такой серьёзной теме, как молитва. Я уже не помню, приводил ли я вам одно очень замечательное изречение одного святого, который писал «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает его!» Мысль настолько насущная, что я даже и не нахожу слов. Ну, действительно, что-нибудь ничтожное, мы можем попросить у кого-нибудь, у кого угодно попросить, ну, чего-то небольшого, ну, дай мне пять рублей. Когда же мы обращаемся к кому-то высокому, то, наверное, у нас какая-то такая просьба, которую никто другой уже выполнить даже и не может. И вот, просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного, уничижает его! А Исаак Сирин даже приводит такой образ, когда в такой риторической форме говорит, «Что сделает царь, если вдруг наконец какой-то нищий пробьётся к нему и попросит не чего-то стоящего действительно, а какого-нибудь гноя? Не прикажет ли царь в лучшем случае сгнать его, а в худшем – казнить его за оскорбление?» Потому что он примет это как насмешку. Вы, наверное, понимаете, о чём идёт речь. Мы то и дело просим о чём исключить на земных вещах. Только об этом! То есть вот это вот ничтожное, и это является главным мотивом всех наших обращений. Главным мотивом. Предупреждение чего касается? Удерживать надо себя от этого. Удерживать и молиться о чём? Господи, да будет воля Твоя! Ты знаешь, что мне нужно! Ты знаешь моё настроение, чего бы я хотел! Да будет Твоя воля, а не моя! Вот то правильное состояние человека, при котором только его молитва действительно будет принята Богом! Слышите? Принята Богом! И Господь поступит действительно, сделает так, как это наиболее полезно для человека! Почему я решил сразу обозначить это? Вы сами понимаете, насколько это насущный вопрос, и насколько сейчас всё наше человеческое приобрело характер, это масштабно, особенно приобрело характер в современной ситуации, когда церковь получила внешнюю свободу, как кажется, достаточно большую свободу, действительно, когда у нас полно святынь, когда эти святыни переносятся, их развозят по всем уголкам страны, когда всюду устраиваются самые торжественные моления, и о чём идут люди, бесконечное число людей? Просить что-нибудь действительно ценного, важного, серьёзного, христианского, вечного? Увы! Увы! на 90, наверное, процентов, если не больше, просим ничтожного! Освобождение от разных бед, скорбей, болезней, неприятностей. Действительно, это нас мучает? Верно! Действительно, человек страдает от этого? Верно! Неужели мы думаем, что Бог этого не видит? Что Господь не знает? Или мы потеряли совсем веру в то, что Он есть любовь? И что Он есть всевидящий? Неужели мы потеряли веру в это? Неужели мы не понимаем, что Он готов нам дать всё, что только можно нам? Ибо Он есть любовь! Следовательно, каково должно быть наше отношение к Богу? Каковы должны быть наши просьбы? Отче наш, да будет воля твоя! Тот человек, который не смиряется перед лицом происходящего, не понимает этого, фактически показывает своё неверие в то, что Бог видит, тот или остаётся без всякого плода, или даже так, как есть и другое высказывание, другие изречения, другие мысли отцов, прогневляет Бога, и отсюда происсякают не очень приятные последствия. В частности, человек остаётся без плода и внешнего, и внутреннего. Вот, поражает даже душу свою, потому что неверие есть такой же грех, как и другие грехи. А в наших таких прошениях проявляется что? Именно неверие! Ты вот, Господь, не видишь, так вот я сейчас тебе скажу, что мне надо! И вот таким образом мы заражаемся ещё чем? Вот этим духом язычества, о котором мы говорили, заражаемся этим, потому что своё всё внимание своей души обращаем исключительно на земное, и тогда действительно страдаем от этого. Вот так, друзья мои, вот, оказывается, как нужно относиться к этим вопросам, которые действительно нас, ну, беспокоят, беспокоят очень много. Люди страдают, естественно, и не осудишь человека, кажется, за это, но нужно объяснять людям. Нужно объяснять, как нужно молиться, как нужно обращаться во время тех жизненных испытаний, которые постигают нас. Объяснять надо! Это же наша задача! Вы же знаете, почему вот мы обвиняем часто народ, что ничего вот он, народ не понимает, ничего не знает. А почему не знает? Почему? А кто говорит им об этом? А кто говорит? Сколько раз приходится говорить? Литургия идёт! Тебе поем! Никто земного поклона не сделает! А почему? Я ни разу не слышал! Объявляют ли? Говорят ли? Вот он, центр литургии! Вот, когда происходит! Вот, вся литургия сводится! Вот! К этому моменту! И вдруг, и вдруг все стоят! Священник делает в это время земной поклон! Не видит, не обращает внимания! Святая святым, все рухают! Ну, пожалуйста, если хотите, сделайте! Но здесь никакого не положено делать поклона! Вот, оказывается, какие вещи! Кто виноват? Виноваты учителя, которые не объясняют, видимо, студентам! И затем священники, которые совершенно не обращают внимания даже на такие вещи! А они имеют значение, потому что в этом выражается, во-первых, понимание, уже человек знает, где оно, самая суть литургии! Вот он, самый такой священный момент! Знает бы человек, хоть как-то сосредоточился хотя бы в это время! Как это важно! Ну, мы с вами в прошлый раз говорили когда-то о молитве или позапрошлой, и сегодня я хочу немножко поговорить о молитве Иисусовой как о таком, так сказать, разновидности молитвы, которая имеет очень большое значение в жизни верующего человека. Совсем не в жизни обязательно монаха! Монашествующий, да, ему вручаются даже чёткие, как напоминание, но напоминание о чём? О непрестанности, о необходимости, непрестанной молитвы, непрестанной памяти Божией. Это верно! Потому что само монашество, как мы с вами говорили в прошлый раз уже говорили об этом, что само монашество можно определить как умное делание. Вы слышите? Умное делание! То есть, как именно молитвенное делание совершаем. Почему умное? То есть, внимательное, не безумное, а умное. Как бы важно это, так сказать, помнить и знать, что умное, а не безумное делание. Так вот, молитва Иисуса завещана святыми отцами как, во-первых, самое удобное, которое можно произносить в любое время, в любом месте, в любой ситуации. Но самое главное при этом, на что обращается внимание, и хочу обратить внимание, хочу обратить внимание, не нужно думать, что можно так. Я могу в любое время, в любом месте, и поэтому никогда и заниматься не занимаюсь. Молитву Иисусова приобретёт только тот человек, только тот человек, который с напряжением, если хотите, упражняется в ней. слышите? Не просто стихийно пришла мне мысль, ну, произнёс несколько раз, потом опять забылся, и так далее. требуется упражняться в ней. я обращаю на это внимание, что молитва Иисусова – это такое благо, когда человек её приобретает, великое благо для души человеческой, но она приобретается только трудом, обращаю внимание, трудом, не стихийностью, потому что можно так понять, что можно в любое время творить, ну и хорошо, пришёл на голову, делал, нет, ну и нет. Каждый христиан должен, должен прям целью себя поставить, чтобы эта молитва стала в нём, ну, как можно более частой. Это чрезвычайно важно! Нужно приучать буквально себя к этой молитве. Приучение это оказалось, это опыт показал, что возможно только при некой настойчивости и постоянстве. Для этого особенно важно использовать время, например, богослужения. Возьмите всенышный, там, литургию, особенно время всенышный, очень много, много, там, стихир, читается канон, не всегда это всё понятно. Вообще, времени очень много, когда можно действительно, действительно упражняться в молитве Иисусовой. Тот, кто это делает, знает, что через некоторое время совсем не так уж продолжительно, и как это кажется, ничего подобного, так уже эта молитва начинает делаться спокойнее, легче, легче, более того, уже даже потребность возникает в ней, и человек приобретает постепенно мир души. Что такое мир? Мир – это одно из главных составляющих вот того, что именуется на нашем грубом языке счастьем, если хотите. Мир души – это великое благо! С этим миром у человека появляется и радость определённая, потому что, где Бог, там действительно радость. И вот здесь, здесь начинается религиозный опыт. Вот мы все твердим религиозный опыт, религиозный опыт, что такое это религиозный опыт? Вот где он начинается! Человек, который буквально понуждает себя вплоть, говорят, до утомления даже ума, вплоть до утомления, слышите, как понуждает себя с вниманием совершать эту молитву. Этот человек скоро, постепенно и начинает приобретать и этот мир души, и эту радость, и приобретает именно познание, если хотите, ощущение Бога, начинается, начинается религиозный опыт. А то, знаете, мы говорим все религиозный опыт, религиозный опыт, а что это такое? Ну, кому-то, когда-то, что-то такое. Всё мы надеемся на случайность, на какую-то спонтанность это нахлынет на нас и что-то переживаем. Я вам скажу, это опыт такой несущественный, когда что-то происходит. Существенный опыт, когда человек трудится и приобретает. Это нужно знать. Но вот в упражнении молитвы Иисусовой нужно... Есть своя последовательность, которую надо знать. Есть начало пути, есть середина, есть, если хотите, ну, такая совершенная уже степень. Это очень важно знать, друзья мои. Что же понимается здесь под этими вещами? В отношении начала здесь мы видим то же, что в любой молитве. то есть она требуется... Какая это молитва? С вниманием, благоговением и покаянием. И по нуждению, ещё раз говорю, себя к вниманию. Вот что такое начало молитвы Иисусовой. Она должна быть сопряжена именно вот с этими определяющими вещами. Это начало. А вот середина, это же вопрос другой. Обращаю ваше внимание. Это, так сказать, если хотите, даже хочу зачитать вам предупреждение какого же рода. Послушайте. Начинают с середины, а не сначала, то есть прыгают сразу на какую-то ступеньку, десятую. Разогнался, а ну-ка, чего я буду проходить первый? Прыг и поломал себе ноги, руки, нос разбил. Так вот, начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставления, данные отцами безмолвниками, данные отцам безмолвникам наставления, слышите, кому? Безмолвника, то есть те, которые не в суете житейской находятся, а уже затворились, постоянно пребывают в молитве. Так вот, с середины начинают те, которые, прочитав наставления, данные отцам безмолвникам, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности, не пройдя на начало. Первое предупреждение. Второе предупреждение. Начинают с середины также те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Ух, какие серьёзные вещи! Начитавшись о том, что можно высылать молитву из сердца, начитавшись, что ум соединяется с сердцем, пытаются искусственно сами начать начать будто бы высылать оттуда молитву. К чему это приводит, ещё поговорим. Но сейчас пока говорю о главном. С конца кто начинает? А кто начинает вообще с конца? То есть, совсем безумие. с конца начинает те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия её. Ищут состояний уже, забыв о том, что это уже следствие, следствие, а не начало и даже не середина. Поэтому мы видим наставление такое. Должен начинать с начала, то есть, совершать молитву со вниманием и благоговением с целью покаяния. Заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Слышите, какое интересное и важное предупреждение. Единственное, на нравственности, приведённое благоустройство евангельскими заповедями, может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитве. Четен труд, зиждущего на песке, на нравственности лёгкой колеблющейся. Серьёзнейшее предупреждение, друзья мои! Не надо думать, что, оказывается, можно трудиться в молитве Иисусовой, да и в молитве вообще, и в молитве Иисусовой в том числе, не обращая внимания на свою нравственную жизнь. Глубочайшая ошибка! Получается, самообман! Я, кажется, молюсь Богу об очищении своей души, а сам издеваюсь над нею. Проку от такой молитвы не будет! Итак, значит, вы вот видите, какой, я обращаю ваше внимание, что в молитве Иисусовой, оказывается, есть начало – это внимание, благоговение и сокрушение сердца. но есть середина и конец. Об этом даже и не будем говорить, что такое середина и конец, как о вещах высшей степени далёких от нас. Об этом можно прочитать, но зачем? Исаак Сирий, например, категорически запрещает говорить о тех состояниях, до которых человек не дорос. потому что, оказывается, мы настолько мечтательности подвержены, настолько мы сластолюбивы, вы слышите, мы сразу ринемся, всё, перепрыгивая через десять ступеней, искать всех сладостей и благодатных даров. Нужно начинать сначала. Начало. А уж о конце, кто мечтает, о всяких сладостях и благодатных дарах, тот человек уже явно уже находится на прелестном пути и, увы, в лучшем случае ничего не достигает, в худшем, и это бывает, приходит к прелести. Ещё одно положение, которое связано с молитвой Иисусовой, заключается в следующем. Она, эта молитва Иисуса, имеет два периода. Первый период заключается ни в чём ином, как в реальном понуждении себя к внимательной молитве. Слышите? Вот о чём мы говорили! Внимательной буквально, прямо к труду, вплоть до утомления. Некоторые даже пишут, что иногда даже голова даже заболевала от этого понуждения себя. Слышите? Прямо понуждение себя. Устал, всё. продолжает. Конечно, всё это должно иметь свою меру, нельзя поступать безумно, но первый период в чём заключается? Вот в нашем личном усердии, в нашем участии в этом. Вот. В первом периоде требуется, насколько это возможно, соблюдать внимание и участие и участие сердце, чтобы это было всё-таки, насколько возможно, не бездушное повторение, да избавит Бог слово молитвы, а всё-таки происходило участие сердца. И благодать Божия может здесь помогать человеку в той или иной степени. в это время зато происходят некие серьёзные события в душе человека. Вы знаете, вот когда у человека какая-то загнивающая рана, ну, в силу того не обращал внимания, и вот что когда её начинают лечить, то, говорят, её надо очистить сначала от гноя. Это сопрично с чем? С болью. Это больно! Человек пищит, кричит, но что делать? Рану надо вычистить, надо её промыть. Так вот, и здесь то же самое оказывается. в это время страсти, которые живут в нашей душе и которые у всех есть, так страсти приходят в движение. Они начинают, знаете, как голодные волки действуют в человеке. Самые различные страсти. В ком-то одна сильнее, в ином другая страсть. Это уже мы не знаем по каким, так сказать, законам и что. Но именно они буквально, как пишут отцы, возводят делателя молитвы Иисусовой к настоящему мученическому подвигу. И вы, наверное, поймёте отсюда, почему часто преподобных называли бескровными мучениками. Не то, что преподобных, а подвижников. Бескровными мучениками. Именно здесь это происходит. Здесь происходит побеждение и победы. Слышите? Они постоянно сменяют друг друга. Вы слышите, что происходит? Побеждение и победы. Неразумен тот, кто надеется, что у него будут только одни победы. Но также неразумен и тот, кто впадает в уныние от побеждений. Побеждения эти большую частью носят мысленный характер. То есть внутри души происходит. Все мы знаем, как могут нас мучить самые разные мысли. Мысленно эти страсти мучат. И вот здесь тот человеку удастся молитвы отогнать это зло, то, не заметив, как или оказавшись слабым, побеждается этими мыслями. и согрешает в душе своей. Опять кается, кается в этом, опять прибегает к молитве, вновь побеждает и вновь побеждается. Учтите это! Этот первый период, вот этот период вот этой борьбы, он очень серьезный, и он в высшей степени важен. И он продолжается до тех пор, пока, наконец, человек не смирится, то есть, что значит, не поймёт, не увидит, что без помощи Божией он действительно не может справиться, смириться, обращается с ещё большей душой и уже с большим смирением к Богу в своей молитве. И таким образом постепенно укращаются действия этих страстей. Я вот, видите, обращаю особенное внимание вот на этот первый период. Вы слышите, что такое духовная жизнь-то оказывается? А помните, с чего мы начали с вами? А что такое духовная жизнь? Ну, заповеди знаешь? Знаю. Исполняй. Не исполнил? Кайся. И всё. Помните? Невежды! Какая невежественность! Боже мой! Вы посмотрите, что открывается! Оказывается, какие тут вещи-то происходят серьезные! вот это первый период. Этот период может продолжаться может, всю жизнь, может, полжизни. Об этом абсолютно невозможно сказать, потому что зависит от того, в какой степени человек трудится. Трудится, и даже внешние обстоятельства подчас у нас имеют немалое значение. В какой степени он может вообще не отвлекаться, потому что вот эти заботы житейские, они же настолько сильно поглощают наш ум и нашу душу, что человеку-бедному подчас не остается и возможности даже подчас времени упражняться в молитве Иисусовой. Но говорят так опытные люди, что этот первый период, когда человек действительно трудится сознательно, поддерживает свою нравственность, когда не впадает в уныние от побеждений и не возносится естественно от побед, то в какой-то неведомый, подчёркиваю, друзья мои, для него момент и не только неведомый, но даже вот теоретически вот мы можем это узнать, но избавь Бог даже стремиться его получить. Вы слышите, какое интересное явление? Избави Бог стремиться даже получить происходит акт, который лучше всего назвать именно актом. Это акт соединения ума с сердцем. И в первом периоде человек может молиться с сочувствием сердца, и Господь иногда затрагивает сердце. Могут быть даже и слёзы, и умиление, и особое покаяние. Это не то. Это всё первый период. А вот происходит некий акт соединения ума с сердцем. Это явление чрезвычайное, которое происходит независимо от воли человека. И ещё раз повторяю, не только независимо, но и категорически воспрещено даже мечтать об этом, не стремиться к этому. есть причины, по которым это говорится. Потому что, оказывается, здесь очень легко впасть в демоническое буквально состояние, если человек обозначит это себе самой целью. И вот здесь, вот здесь, когда произойдёт соединение ума с сердцем, когда уже можно будет понять то состояние, о котором вы слышали, наверное, человек спит, а дух его молится. Кажется, он сейчас спит, а дух молится. Когда сама душа становится, если хотите, носительницей буквально этой молитвы, тогда вот этот период называется второй благодатной молитвой. Благодатной молитвой. Хочу при этом отметить ещё один момент, который вам надо знать. Вы поняли, что я хочу, чтобы вы хотя бы теоретически это знали, теоретически хотя бы знали. Ещё один момент. Не смешивайте непрестанную молитву, непрестанную молитву и благодатную молитву. В чём может быть происходить смешение, что достичь непрестанной молитвы можно без достижения благодатной молитвы. Непрестанность даже молитвы Иисусовой ещё не показатель молитвы благодатной. Благодатной, ещё раз вам говорю, когда происходит соединение ума с сердцем. это особый акт, который переживается человеком как нечто чрезвычайное, за что он, я не знаю, благодарит Бога и со слезами, и на коленях. Это совершенно другое состояние человека. А непрестанность может к непрестанной молитве может человек прийти. Благодаря чему? Просто вот это упражнение в постоянном произнесении молитвы Иисуса. И она становится таковой, как бы, как навязано языке. Ничего худого в этом нет. Это хорошо, но это первый этап. Не нужно ни в коем случае смешивать её с благодатной молитвой. Это неблагодатная ещё, и беда, если человек возмнит и подумает, что это уже у него благодатная молитва. Вы, наверное, помните замечательное высказание Серафима Романцова с Хиархимандрита Глинской пустыни. Я не знаю, его канонизировали? По-моему, канонизировали его, кажется. Но, дай Бог, если канонизировали его на Украине, да, когда к нему пришёл один монах и сказал, что имеет непрестанную молитву, то он ему ответил очень сурово, зная его, ответил так, нет у тебя никакой непрестанной молитвы, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Представляете? Слышите? А монах пришёл к нему сказать, что у него непрестанная молитва. Кажется, какая радость! Как он... Правда? И вдруг такой жёсткий ответ. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите? Может, кажется, непрестанной быть, а оказывается, человек болтает, а не молится. Непрестанно, но не молится. Вот это нужно, друзья мои, очень важно это знать, это нужно знать. Правда, знать не знаю для кого же, наверное, всё меньше и меньше людей. Вот мы с вами говорим об этих вопросах, но всё меньше и меньше людей. которые вообще интересуются этим. И вот даже вот сейчас мы занимаемся, и иногда приходит мысль, а зачем об этом говорить? Есть ли те люди, которые ещё действительно стремятся что-то получить, познать Бога, научиться молитве? Есть ли они? Ну, может быть, есть. Я думаю, что если бы их не было, то, наверное, бы и не было всего того, о чём мы сейчас говорим, имеем возможность говорить, значит, ещё может быть кто-то, кто-то ещё есть, может быть, кто-то есть. Вот для них это важно знать, чтобы избежать, избежать опасности и принять вот эту непрестанность за благодатность, потому что тогда уже очень большая опасность действительно возмнить, возмнить и погубить и погубить вообще все плоды своей духовной жизни. Поэтому предупреждают и говорят, что душой, самой душой и целью молитвы должно быть покаяние. Первый ли это период? Второй ли это период? То есть, когда ум соединится с сердцем, слышите? Когда благодатная молитва кажется уже душой и целью, остаётся покаяние. Почему? Ну, приходилось объяснять, ещё раз напомню, потому что это очень важно, важно знать. Почему покаяние? По той простой причине, что мы повреждены кардинально, вы слышите? Духовно повреждены кардинально, принципиально, я не знаю, какое слово придумать, повреждены. Мы постоянно, постоянно, даже делая добро, мы его смешиваем со злом. Поэтому святые даже свои добрые дела оплакивали, как грехи, видели это. Видите, какая повреждённость? Вот в каком состоянии мы находимся. И это открывается правильно живущему. Почему Пётр Дамаскин и говорил, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот почему, что даже во втором, кажется, периоде, когда молитва уже становится не просто моей, а становится, так сказать, богочеловеческим, как деянием благодатной молитвой, и тогда душою и целью и этой молитвой остаётся покаяние. Ведь нельзя же забывать нельзя же забывать высказания величайших святых православной церкви. Ну, напомню, хотя бы имена великого, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Вот как они видели, видели, слышите? Видели, в каком состоянии находится душа наша, что значит состояние, в какой степени повреждённости она находится. Вот с чем мы соприкасаемся, потому покаяние остаётся незыблемым элементом. Хочу сказать ещё о следующем весьма важном таком моменте. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовой молитвы всегда или почти всегда происсякает прелесть. Игнатий Валичину пишет, что те некоторые, которые говорят так и запрещают заниматься этой молитвой, он на это отвечает, в усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Слышите? Это предупреждение очень серьёзное. Иногда даже ссылается на опчинских старцев, которые запрещали заниматься молитвой Иисусовой, не понимая, что они запрещали и о чём идёт речь. Ведь подчас настолько глупые есть люди, простите меня, что они взяв чётки уже начинают «Я занимаюсь молитвой Иисусовой». Вы слышите? И нос кверху уже. Он занимается молитвой Иисусовой. Вы знаете, я в параличе весь, так, и я начинаю, мне сказали, я начинаю шевелить пальцы, мне сказали, надо движение какое-то. И слышите, в каком я самомнении? я шевелю пальцами. Скажут, что, дурак, что ли? Так вот, кому запрещалось, которые видели эту глупость у человека и которые в данный момент ничем не преодолеть, ему говорят, нету, что ты, голубчик, замолчи, исполняй правила, как положено, утренней, вечерней молитвой и всё. С ума сходит и всё. Тут же он занимается или она молитвой Иисусовой. Всё, падайте ниц передо мной. В принципе, вот что пишет Игнатий Бричин. В этом запрещении заниматься молитвой Иисусовой скрывается страшное богохульство, богохульство, которое и оно является как раз этой прелестью убивающего человека. К ней, к этой молитве призваны все. Это же замечательная молитва. Это краткая молитва, которой человек может заниматься в любом месте. Вы слышите? В любом месте, в любом времени, находясь в любом состоянии. Это такое благо. Друг человек вспоминает о Христе и обращается к Нему. Поэтому они говорят всюду, на всяком месте нужно прибегать к этому спасительному, замечательному средству. Вот так, друзья мои. Есть тут... Я уже это сказал, и вот от этого и хочу процитировать. Процитировать. К преуспеянию в молитве покаяния должны стремиться все христиане, слышите? Напротив того, святые отцы строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва ещё не дана Богом. Я вам просто подтверждаю сейчас этим высказанием святитель Игнатия ту мысль, которую только что вам произносил. Это очень, так сказать, серьёзное дело. Более того, он пишет, для новоначального искания места сердечного, то есть искания открытия в себе безвременно и преждевременно явственной действием благодати есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок систему науки. науки умного делания. Такое начинание – начинание гордостное, безумное! Скажу вам так, почему это имеет значение, если вы откроете книгу «Откровенные рассказы странника» духовному отцу своему, то вы там увидите. Откровенное стремление! Причём, это пришлось даже написать книжку об этом и сравнить с учением Игнатия Вринчанинова о том, как этот странник сам, не только сам, а даже научает других, как нужно стремиться соединить ум с сердцем. Это вообще поразительные вещи, кстати! Вот эти книги, откровенные рассказы странника, поразительно! Они проповедуют настоящую классическую прелесть! Стоит только посмотреть, о чём пишет Игнатий Вринчанинов, ссылаясь на святых отцов непрерывно, кстати, слышите? Это не просто от себя, а непрерывно ссылаясь, и что только предлагает вот эти откровенные рассказы странника. То, что запрещается категорически, искусственно снять ум с сердцем, пытаться, странник это настойчиво предлагает. Ещё одно... Ну, сейчас уж не буду... Ещё одно... Вот это сердечное место, где происходит эта молитва, когда происходит соединение ума с сердцем, оно ощущается легко человеком. Но надо знать, что искать это место самому, чтобы оттуда выслать молитву, категорически запрещено. Ой, какие тут... какие серьёзные вещи... Категорически запрещено искать место сердечное. Опять по какой причине? Чтобы не впасть, не впасть, я вам скажу, в самую прелесть. Для новоначального искание места сердечного, то есть искание, открыть себе вот это действие благодать Божия, есть начинание, как я вам сказал, ошибочное, гордостное. Так странник, странник постоянно настаивает на этом и советует другим. Я просто повторяю это несколько раз, чтобы понять, какое совершенно противоположное. При этом на что обращаю внимание? Если мы у Игнатия Бринчанинова встречаем такое предупреждение, ни в коем случае совершая молитву Иисусу, внимание не опускайте ниже, как он говорит, сосца, ниже. Ни в коем случае запрещено у странника прямое указание опусти внимание ниже и оттуда твори молитву Иисусу. А почему запрещается? Оказывается, дело-то очень опасное. Оказывается, наше внимание, которое сосредоточивается на каком-то месте, даже тело, так, оно соответствующим образом действует на тело и действует на душу. Так и здесь опускание внимания ниже оказывается, возбуждает возбуждает в человеке вот это низменное чувство. Поэтому некоторые, не зная этого, и, кажется, ища место сердечное, опуская внимание туда, начинали чувствовать эту страсть и начинали хулить молитву Иисусова. Другие ничуть не лучше. Другие, поскольку тут начиналось некие сладостные ощущения, другие принимали эти ощущения чисто плотские, слышите, похотливые, если хотите, за действие благодати Божией и окончательно совращались. Вот почему запрещают святые отцы это делать! Опыт же говорит! Это не от философии, это не какая-то абстрактная система, опыт запрещает это делать! Откровенные рассказы странника прямо рекомендуют это! Когда мы говорим о молитве Иисусовой, ещё нужно следующее. Каждый поступок, который совершает человек против ничего, вы сейчас скажете совести, нет, нет, я ошиблись, об этом и речь не идёт, конечно! Каждый поступок, который совершает человек против смирения, всё уничтожает! Это губитель молитвы! Против смирения, слышите, допускает в себе тщеславные мысли, тем более именно ищет ищет похвал, ищет наград, ищет, чтобы его выделили среди других как лучшего, губитель молитвы. Надо запомнить, каждый поступок против смирения, губитель молитвы. еще одно, что чрезвычайно важно чрезвычайно важно в силу того, что сейчас мы видим такие веяния, которые совершенно могут уничтожить молитву Иисусова по существу, оставив ее форму. Я обращаю внимание на вышедшую не так давно книгу монаха Иосифа Дионисиадского наставник молитвы Иисусовой жизнеописания старца Харалампия Дионисиадского. А, вышло в 2005 году. Здесь целый ряд таких вещей содержится в книге, в этой книге, которые прямо, прямо противоречат святоотеческому учению. При этом, что замечательно, в этой книге нет ни одной ссылки на святых отцов, чтобы подтвердить свое учение. В частности, например, к нему приходит Харалампию Афонскому, молодой человек, и он прямо ему говорит о том, что молитву надо Иисусу произносить быстро-быстро, чтобы сатана не успел проскочить у тебя между словами. Причём, какова скорость этого быстро-быстро, как описывается в этой книге? Его язык, этого юноши, работал как моторчик. Язык, слышите? Как моторчик. Скорость какая-то фантастическая. Я уже не понимаю даже, когда печатали эту книгу, когда писали, я ничего не понимаю, потому что написали какой-то абсурд. Этот молодой человек ровно за 3600 секунд сделал 3600 молитв Иисусовых. Это же немыслимо. Что тут перепутали, кто перепутал, но не принципиально перепутали, потому что, когда этот молодой человек говорит старцу, что вот у него так и так, тот ему ответил, хоролампе, а я могу за один вдох-выдох, это опять в книге написано, за один вдох-выдох могу 100-200 молитв Иисусовых произнести. Вы слышите? Что пишут отцы? Не произноси молитв спешно, одну немедленно за другой. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Переводи дыхание с осторожностью, дыши тихо и медленно, этот механизм сохраняет от рассеянности. Произноси молитвы неспешно, полная противоположность. Обращаю ваше внимание, почему я особенно обращаю на это внимание, друзья мои, потому что книга, книги, авторитет Афона, как он смущает людей и забывает о том, что у нас критерием является не место и не время, а является только согласное учение отцов по данному вопросу. И в данном случае, кем бы он ни был, этот человек, это не имеет значения. Апостол Павел даже так пишет, даже если ангел с неба возвестит вам не то, что говорили, да будет анафема. Слышите? Не афонский старец, а ангел с неба. В данном случае поразительны эти вещи. О чём, о чём мы читаем. Здесь у этого Харалампе целый ряд серьёзнейших, в этой книге я говорю, серьёзнейших нарушений. Кстати, обращаю ваше внимание, что мы говорим с вами о каком Харалампе, который в книге. Слышите? Я не знаю, кем был тот Харалампе, который там. Я его не знаю. Я говорю о Харалампе и книге. И приведу вам один пример, который, может быть, лучше вам скажет. Однажды здесь, в Академии, тоже приехал один атеист, кстати, член-корреспондент Академии наук, доктор философии и заявляет мне, что, вы знаете, анализ текста показал, что то, что вы называете послами апостола Павла, написал совсем другой Павел, а не этот. Я ему ответил. Можете быть спокойны. Вот этот другой, который написал, и является для нас апостолом. А этот, который, он говорит, не написал, его возьмите себе. Вот так. Который написал, он для нас и является апостолом Павлом. Так вот и здесь мы говорим, мы сейчас критикуем с точки зрения учения святых отцов, Харалампии книги. А какой был там Харалампий сам по себе, я не знаю. И это вопрос совсем другой. Этот вопрос нас и не касается. Мы не призваны судить людей. А вот Харалампии книги, которые научают произносить с такой скоростью молитвы Иисусовым, когда язык работал как моторчик, здесь мы говорим, извините, это немыслимо. Есть и другой момент, опять-таки, связанный с молитвой Иисусовой. Ну, чтобы... Ну, мы с вами же... Мы же с вами занимаемся этим вопросом, поэтому можем себе позволить и что-то зачитать, и прочитать. Старец Харалампий благословляет молодому человеку следующее. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами, вслух, причём как можно более отчётливо и быстро. Но будь внимателен! Когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Когда новоначальный произносит молитву про себя в уме, нападки лукавого удушают их. Но если мы быстро-быстро произносим её устами, сатане не так-то просто успеть посредством различных помыслов вернуть тебя в рассеяние. Слышите, как здорово написано? Итак, начинаем первый урок. Я вам цитирую книгу. Я дам тебе эти чёткие трёхсотницы. У нас, если по сто, то у них, видите, трёхсотницы чётки. И с вечера ты вместе с нами будешь совершать бдение. Будешь читать девять чёток Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, и три Божьей Матери, Пресвятая Богородьца, спаси мя. Протянув двенадцать чёток, начинай новый круг. Молодому человеку сразу. Девенадцать чёток – это три тысяч шестьсот молитв Иисусова. После того, как были протянуты первые несколько чёток, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец с той разницей, что последний через пять-десять минут рассасывается. Эта же сладость не умолялась, скорее, наоборот, увеличилась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа – обращаю ваше внимание, час – час – это сколько? Три тысячи шестьсот секунд. Не прошло и часа, как он, юноша, закончил первые двенадцать трёх... Двенадцать трёхсотец, то есть двенадцать чёток, то есть три тысяч шестьсот молитв. То есть менее секунды на каждую молитву. В конце четвёртого круга, четвёртого круга, как это было положено ночью, то есть четырнадцать тысяч четыреста молитв. Его душа внезапно затрепетала от слёз словословия и благодарения. Вы слышите, даже посчитайте, если даже по секундам, то сколько это времени... Это в секунду молитву не произнести, ведь вы же знаете, может, каждый испытает, сколько секунд потребуется, и попробуйте потом умножить на четырнадцать с половиной тысяч. А если даже по пять секунд на молитву? По три секунды. Поражает, что здесь? Полная противоположность тому, о чём учат святые отцы. Святитель Игнатий писал, «Первоначально положи себе произносить сто молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие сто». Слышите? Там тысячи, здесь сто, да ещё с перерывом. «С течением времени, смотря по надобности, можешь ещё умножить число произносимых молитв». По сути дальше. «На неспешное и внимательное произнесение ста молитв потребно времени тридцать минут. На ста молитв – тридцать минут. на двести значит час. Там три тысяч шестьсот, а здесь двести. Что такое? Не произноси молитву успешно, делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум». Дальше. «Новоначальным должен заниматься молитвой понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомление, от которого происходит оставление молитвы вообще». У старца Харалампия совсем другое. Молодому человеку, который только что пришёл, он его сразу говорит «Становись с нами и вот тебе чётки и совершай с нами бдение». Это полная противоположность. Игнатий пишет «Новоначальным должен заниматься молитвой понемногу, но часто». Харалампий говорит «быстро-быстро». Игнатий пишет «Неспешно». Такого вы нигде не найдёте в святоотеческом предании. Недаром в этой книге здесь ни одной ссылки ни на одного отца. Если Игнатий весь подстрочник в святых отцах добротолюбии, то здесь ни одной ссылки ещё бы! Вы же знаете, это что такое? Что это за практика? Это практика йоги. Там существует практика быстрого-быстрого произнесения мантр, слов, смысл которых часто человеку непонятен даже. Но там нет никакой молитвы, это слова просто, так? И открыли, что если много и часто произносить, пусть бессмысленно, слышите, вопреки молитве Иисуса, бессмысленно, то, оказывается, у человека происходят некие психические изменения в душе, и действительно появляются вот эти сладостные состояния. эти сладостные состояния очень опасны. И святник Игнатий пишет, тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек ещё не способен по нечистоте своей. за недостижением истины сочиняет себе мечты, а сладострастие присоединяет своё действие к действию тщеславия, производит сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Кстати, сам Харалампий в этой книге пишет, что такие прельщённые есть даже и у нас на Святой Горе. Слышите? Даже он сознаётся, что это есть. А вот этот метод быстро-быстро – это дело очень серьёзное. Вот одну из иллюстраций вот эту я хочу вам зачитать. Вот одна из иллюстраций. Практика мантра джапы приводит в состояние самадхи. Ну, буддист называет нирваной, индуист называет самадхи. Ну, в состоянии такого экстатического состояния сладостных переживаний. Практика приводит к самадхи. Когда имя Бога постоянно повторяется, оно очищает тело, нервы и ум. Имя Бога обладает огромной силой и спасает от любого страдания и несчастья. Мантра джапа автоматически поддерживает душевное и физическое здоровье. молитвы. вот эта опасность в чём состоит? Мы видим у некоторых католических святых. Например, известно, что иезуит Яков Керрут совершал по этому методу 24 тысячи молитв в день. то есть каждый час по тысяче, но он же, наверное, и спал сколько-то времени. Правда же? Значит, не тысячу в час, а сколько же? Значит, больше? 24 тысячи в день. Почему глинский старец архимандрит Серафим Романцов говорил, никакой молитвы у тебя нет. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганию. Вот это, друзья мои, чрезвычайно важный момент, который надо иметь в виду. Очень легко, особенно наше тщеславие, очень легко начинает гоняться за количеством молитв. Особенно, когда берёт чётки, и чётки, вместо того, чтобы стать помощником, они действительно помогают чётки. Кстати, обратите внимание, они помогают, напоминают человеку, помогают молитву. Вместо этого они становятся для человека такого искушением, когда он количество. Какое сделал количество? Кому оно нужно? Слушайте, кому оно нужно? Это твоё количество. Богу дай мне сердце твое, сыне, самоуслаждение, самоуслаждение, тщеславие перед самим собой. Я сколько сделал? Тысячу? Две? Сколько? Представляете? Вот, друзья мои, видите, какое дело? Я обращаю внимание на количество молитв. Если Игнатий пишет, что сто с перерывом, может быть, ещё, с перерывами, причём каждую даже молитву отдельную надо совершать с некоторой паузой, даже, чтобы ум не утомлялся, привыкал постепенно, то здесь молодому человеку сразу 14,5 тысяч, причём быстро-быстро! Слушай, какая беда! Я помню, как-то был эпизод, и говорили, а вот старец Иосиф советовал, старец Ефрем, да, советовал быстро. Я говорю, слово-то одно быстро, а содержание-то разное. Одно дело быстро-быстро, когда не прошло и часа, и 3600 молитв Иисусовых, или за один вдох 100-200 молитв, другое дело совсем быстро-быстро. Знаете, что? Когда у человека что-то охватила его какая-то страсть, ну, гнева, допустим, злостного осуждения, когда он действительно начинает со всем вниманием Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, Сын, Господи, помилуй меня! Слышите? Чтобы преповедить. Но это какая скорость? Это что? Быстро-быстро, как это у Хролампии, что ли? Нет, это быстрее! Но не та безумная скорость, о которой мы читаем в этой книжке. Слово одно, а содержание совершенно разное. Да, быстрее! И не только быстрее, но и силой, даже души, силой души даже произносить быстрее, а здесь что такое? Быстро-быстро! Вы подумайте только! Так вот, поэтому, когда даже советовали и опытные люди произносить это быстрее, то понятно, когда вот находит что-то такое, и надо действительно препобедить, то тогда приходится с силой и с большей скоростью произносить. Это само собой происходит. Как во время пожара, знаете, как кричит «быстрее! Пожар!» Мы разве так же себя ведём во время пожара, как в спокойной обстановке, что ли? Скажи сейчас пожар, как мы вылетим тут же, в мгновение и око, а сейчас закончится урок, совершенно спокойно к себе выйдем. Есть разница? Ну, конечно! Так и так и то же самое и в молитве. Одно дело, когда пожар, страсть начинается, и другое дело, когда мы в спокойном состоянии совершаем эту молитву. Вот это вот, друзья мои, надо, так сказать, иметь это в виду и понимать, что никакого здесь даже противоречия нет. Ну, и потом я хочу вам напомнить ещё раз, мы с вами касались этого и сейчас у меня ещё две минуты есть. Я ещё раз, ещё раз напомню вам! Кто такой Игнатий Брянчаниновый? Почему его авторитет? Почему на него ссылаемся? Преподобный Макарий Макарий Оптинский сравнивает его с великим подвижником древности Арсением Великим? Был Великий Арсений и у нас в России был бы свой Великий Арсений, если бы он пошёл другой дорогой. Это Игнатий Брянчанинов это был Великий Ум. Иногда неверно понимают вот эти слова «если бы пошёл другой дорогой». Думаю, что он ушёл с этой дороги. Вот видите, как вот нужно... Какой там ушёл с другой дороги? Вы же помните, как он желал уединения, а его знаете, что сделали? Император схватил вот, за Шиворот, и поставил в Петербургскую эту Сергиевую пустынь настоятелем. Вот что произошло! Пошёл другой дорогой-то! Вот как изменилась дорога! Он же писал, например, писал о своём назначении в Сергиевую пустынь. «Ни к чему в ней не прилепилось сердце, ничего мне в ней не нравится. Я занимаюсь устроением её, как обязанностью принуждаю себя любить Сергиевую пустынь. Обитель эта совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни. Одного прошу, чтобы развязали меня Сергиевой пустынью. Всякое решение Святейшего Синода приму с благодарностью». Слышите, как он отнёсся к этому? Значит, не он пошёл-то! Слова-то надо же понимать! А его пошли по этой другой дороге. Вот в чём дело. В письме к одному он пишет, архиепископу Элиадору, открывает свою душу. «Я всегда желал глубокого уединения. С той целью оставил я мир. С этой постоянной целью совершаю двадцатый год монастыре». Поэтому Бог-то видит лучшее, на каком поприще он был бы более полезен в церкви, и поэтому вместо великого затворника Арсения он дал нам драгоценного учителя Игнатия Великого. Это Макарий Оптинский. В Арсенофии Оптинский преподобный что писал. Послушайте. «Когда я читаю его сочинение, я удивляюсь прямо ангельскому уму». Слышите, что пишет? «Его дивно глубокому разумению Священного Писания я как-то особенно располагаюсь к его сочинениям, они как-то особенно располагают к себе моё сердце, моё разумение, просвещая его истинно евангельской цветом». Преподобный Варсенофий Оптинский. Его спрашивает, «А вы не знаете, что было, когда хоронили епископа Игнатия?» Это он спрашивает. Это отвечает, «Нет, батюшка». И Варсенофий Оптинский говорит, «Ангелы дореносили его душу и пели архиерею Божией, святителю отче Игнатия». Вот была ангельская песня. Слышите, что пишет Варсенофий Оптинский? Вы только обратите внимание, а Никон Оптинский? Пятый том сочинения епископа Игнатия заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий и даже обращаю ваше внимание и даже пожалуй глубже в этом отношении епископа Феофана слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта. Три Оптинских ну, постойте, уж ладно, две минутки, потерпите. Да, исходит из опыта. Сочинения Преосвященного Игнатия необходимы, а не, так сказать, азбука духовной жизни. Бог Ак-Никон преподобный говорит. Игумен Артения, я читаю его том пятый, как изречение святых отцов. Иоанн Валаамский, епископа Игнатия, я читал еще на начальном, но его помню, слова помню, и теперь приходящий в молительный подвиг просто ах, как справедливо сказал мудрый епископ. Игумен Игнатий Воробьев, как я благодарен ему за его писание! Не понять и не оценить его, значит, ничего не понимать в духовной жизни. Смею сказать, что сочинение епископа Феофана да простит мне святой владыка, работы школьника по сравнению с трудами профессора творения епископа Игнатия. Все его писания взяты из отцов и приспособлены для нас. Он пишет о самом нужном, о покаянии, которое есть единственная дверь ко всему доброму. Лучшего учителя для нашего времени нет. архимонарит Иоанн Кристианкин «Читайте, вы таких свидетельств такого количества не найдёте ни об одном святом писателе XIX века». Такое количество! Вы слышите, кто такой Игнатий? Поэтому мы можем и должны руководствоваться его творениями, когда мы пытаемся понять, правильно это или нет. быстро-быстро нам молиться или нет и прочие всякие вещи. Так что имейте это в виду, пожалуйста! Игорь Негода Игорь Негода